Перечень Пазаров Голос народа 17 октября 6 перечень Пазаров Власть плохо заботится о порядке в стране и о безопасности граждан Добрый день, уважаемая редакция Народно-патриотической газеты Советская Россия Газета публикует все, что волнует людей, от простого человека, солдата до генерала, ученого ИДР Создает активность в рядах неравнодушных граждан России, которые хотят наведения порядка в стране Его нет уже 20-30 последних лет Народ наш не защищен Прошу простить за подробности, так как тема защиты людей меня давно волнует Поэтому, вскрывая проблемы, придется обнажать истину Пустой болтовнёй людей не защитить Как часто нам приходится слышать Политики, чиновники толстосумы, депутаты, привыкшие к роскоши, оторвались от народа, не понимая его чаяния и нужд Меня как избирателя раздражает обстановка в Госдуме, неприкрытая, бездарная компания известных крикунов со своими политическими и псевдоэкономическими лозунгами Многие из них прорываются к депутатским креслам, чтобы затем на 4 года забыть об избирателях Зато не забывают нажимать кнопки за себя и за того парня По их вине до сих пор не принят закон о детях войны Они живут в своем мире, умудряясь приспосабливаться, воровать и врать А там, где выгодно, лоббировать Такая кучерявая жизнь их устраивает Я изнутри знаю проблемы людей Не приемлю популистскую болтовню, которую несут с экранов хорошо знакомые нам уже более 20 лет люди Меня удивляет и возмущает, когда, к примеру, правящая партия ЕР готова уничтожить своих оппонентов и хватается за любую, даже самую гнилую, соломинку Приняли закон, хвастаются Но чаще всего никто закон не выполняет Ухитряются не выполнять те конкретные указы и поручения главы государства И это стало нормой Из-за всеобщего раздолбайства все трогается с мертвой точки в приказном порядке первых лиц государства и под постоянным движением активной общественности А что же чиновники? Какое наказание они понесли? И кто об этом знает? Их даже не могут щелкнуть по носу В. Путин у нас не И Сталин и не А Лукашенко А. Д. Медведь в далеко не Н Косыген Слышим только массу негативной, лживой информации Видим, как наши политики, телекиллеры, политологи грызут друг другу глотки Как при массовом психозе, например, на телепередачах шоу с В. Соловьевым и О. Скобеевой, где они соревнуются в ораторском искусстве В стране нужна политическая сила, которая способна действовать, а не только красиво говорит перед телекамерами и с высоких трибун, проводя пустые и утомительные совещания, круглые столы и прямые линии с президентом Надо решать проблемы граждан всей страны, а не решать их адресно и способствовать этим популизму президента или премьера Стыдно, за державу обидно, когда двадцать лет не могут перейти от слов к делу Знаю хорошо ситуацию с ней досконально знаком с тех пор, когда служил в советское время в правоохранительных органах Слышу, чувствую и вижу, настоящие проблемы граждан мало кого волнуют Действительные пути их решения утопают в основном в популизме, в болтовне чиновников, в неисполнении законов, в бюрократических лабиринтах, в откатах Например, наркобизнес, а также водочный, пивной, табачный и аптечный След в след за ними идет бизнес торговли продуктами питания, напичканными ГМО, по народному химией Это те силы, которые изнутри работают на разложение государства и его народа, увеличивая из года в год небывалую смертность в стране, в том числе среди молодых людей А чему удивляться, если, как сказал поэт, пришли иные времена, взошли иные имена, то есть настало время бесстыдства и безответственности По-другому сказать не могу Ведь за двадцать последних лет все изменилось, ушлый, алчный чиновник говорит одно, думает другое, а делает третье Таких надо гнать в шею А нет При слабой коррумпированной власти сверху до низу чиновник бубнит себе под нос, как колобок Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, дескать, президент или премьер, и подавно убегу и ни за что не отвечу А все потому, что они состоят в порочной связи, в правильной партии и правильно голосуют за те или иные решения Это очень опасная вещь К милиции, полиции, нет уважения Чтобы защитить людей от преступных посягательств на имущество, здоровье, жизнь, нужна профессиональная, мобильная народная милиция Рука не поднимается написать полиция для меня роднее и правильнее милиция Считаю грубейшей ошибкой переход от милиции к полиции Это решение было принято при бывшем президенте Д. Медведеве и, думаю, не без согласия В. Путина И почему-то в срочном порядке И еще надо добавить Против воли большинства граждан России Переименование милиции в полиции обошлось в несколько миллиардов Причем из-за двух букв Оно того стоило Если хотите, это еще одна страница нашей истории успеха или позора Пусть каждый решает сам Полиция у нас сейчас слаба кадрами как в количественном, так и в качественном отношении А такую службу очень даже выгодно иметь ворам, казнокрадам, коррупционерам и прочим нарушителям закона и правопорядка Поэтому ее умышленно, как и армию, разрушали 25 последних лет В первую очередь ушли профессионалы, которые не могли прокормить семью на нищенскую зарплату Многие разочаровались в профессии, хотя службу в милиции любили И не потому, что у нее плохие командиры, наставники для молодых Командиров поставили в такие условия, где они чувствуют себя, как на войне Тут и министру В. Колокольцеву не позавидуешь Который может навести порядок, если ему не будут вставлять палки в колеса Надо не мешать его работе, он ее знает хорошо А помогать ему увеличением числа кадров, зарплаты сотрудников и спецтехникой И, что особенно важно, повторяю, помощь с кадрами На это нужны деньги Да, нужны А почему бы не урезать зарплату депутатам, двухмиллионной армии чиновников Или не сократить бездельников банкиров, по крайней мере наполовину И направить эти средства на ту самую зарплату сотрудников полиции На увеличение и повышение профессионального уровня кадров На конкурсной основе нравственно ответственных и честных людей В системе органов внутренних дел Которые будут действовать уже на благо всех граждан Отвечая за их безопасность Но почему-то высшему эшелону власти такие работники не нужны Их-то самих охраняют Они постоянно в зоне безопасности А народ для них мусор И в то же время по ТВ на любом канале стреляют, убивают Убивают, стреляют Безостенчиво грабят и воруют И в кино, как и в жизни Мы 20 последних лет живем в зоне особой опасности Сколько спокойно гуляет по улицам отупевших от пьянства от морозков А патрулей почти нет И сколько еще вот таких пьяных сидеть за рулем автомобиля И на дорогах стражей порядка редко увидишь Выйдя вечером на улицу практически в любом городе страны Вы обязательно столкнетесь с неприятными ситуациями Безопасность на улице приводит в уныние даже самых отважных оптимистов Нас сбивают на дорогах Расстреливают в магазинах и на улицах И никто за это, по большому счету, не ответил Приведу вопиющие примеры за последние годы Например, стрельба и убийство шести человек в Белгороде Просто в голове не укладывается А ведь безнаказанность рождает новые преступления В России это стало позорной нормой Особенно убийство, когда по вине пьяного водителя Были сбиты насмерть семь человек Среди которых пятеро подростков А он получил срок всего лишь восемь лет С отбыванием наказания в тюрьме общего режима Нестрогого Или такой пример Произошла массовая гибель пассажиров В рейсовом автобусе близ Подольска Московской области Камаз Таран, груженный 13 тонн на Мещебенке Управляемый гражданином Армении 46-летним Г.Арутюнином На огромной скорости врезался в автобус От удара автобус разорвало пополам Водитель полиции задержан По вине Арутюнина пострадали в аварии 60 Человек, из них 18 Погибли, в том числе и дети И что за это было виновному? По дырявому закону Который принят в ГД депутатами и слугами народа Всего лишь 6 или 9 лет И это за столько погибших людей То есть за каждого погибшего 6 месяцев тюрьмы Последствия катастроф на дорогах ужасают А виновные несут недостаточную ответственность По сути, в нашей стране жизнь человека ничего не стоит Например, в 2010 году в городе Пугачеве Саратовской области Я был потрясен убийством Студент Беслан Мудаев зарезал Николая Вишнякова Студента судили Дали 10 лет Но вскоре Мудаева почему-то отправили Отбывать срок на родину в Чечню И почему-то местный суд посчитал Что Мудаев вполне искупил свою вину А мера наказания ему может быть изменена Мудаев не просидел и года И это за убийство Аналогичное убийство произошло в июле 2013 года В этом же городке 16-летний чеченец Хирургическим скальпелем нанес бывшему десантнику 8 ударов в грудь Десантник скончался в больнице Ему шел 21 год Подростка задержали Он дал признательные показания Это и другие факты стычек между молодыми кавказцами И безработной коренной молодежью Стали причиной волнения в Волжском городке Где было сосредоточено 1200 сотрудников полиции и ОМОНа Но все равно сдержать толпу от погромов было нелегко Подобный случай не обошел стороной и нашу Новгородскую область Сравнительно недавно 21-летний гражданин Таджикистана После распития спиртных напитков При падке ярости зверские убил ножом четырех человек Двоих молодых жену и мужа и двух пожилых женщин Убил за то, что они сделали ему замечание Чтобы вел себя достойно После убийства четырех человек он скрылся Но был задержан полицией Надо учитывать и ситуацию Связанную с проживанием в России 11 миллионов мигрантов С каждым годом с их стороны увеличивается количество тяжких и особо тяжких преступлений А что делается в Москве сейчас? По официальной статистике Каждое пятое преступление совершается мигрантами Это еще одна острейшая проблема И ее надо решать срочно Прежде всего, нужно делать это не на словах А на практике ужесточив миграционную политику Это позволит полиции эффективнее раскрывать преступления Совершаемые приезжими Не могу быть равнодушенным Когда происходит вот такое В Псковской области, в одной деревне Где я недавно побывал Из мест лишения свободы вернулся неоднократно судимый В том числе и за убийство 40-летний мужчина Который в 2009 году убил топором свою мать-пенсионерку за то Что она отказалась дать ему денег на очередную выпивку Милиция задержала убийцу и передала материалы дела правосудию Но и здесь вся их работа коту под хвост За убийство матери ему дали срок всего 4 года с хвостиком И он, как и прежде, вышел досрочно на свободу якобы за хорошее поведение Жители деревни были в шоке ждали очередную жертву И ведь подобных примеров, причем свежих, каждодневных множество А все это в обстановке морального разложения общества Из-за дырявого законодательства, которое трещит по швам Усложняя работу полиции Скажите, это нормально, что по закону человек Укравший в магазине или в квартире предметов на сумму 2500 рублей А раньше это было 1000 рублей Под уголовную ответственность не попадает А полиция должна будет пугать его административными протоколами, штрафами или арестами на трое суток Но для кого-то и 2500 рублей много А вор может красть ежедневно на 2499 рублей, зная, что под уголовную ответственность он не попадет Или, например, поймав человека в состоянии наркотического опьянения, полиция должна его уговаривать поехать на экспертизу Или куда отправлять алкоголиков со стажем, которые являются нарушителями антисанитарии и разносчиками туберкулеза, если нет ЛТП и лечебно-трудовых профилакториев А ведь в советское время ЛТП были, там страдающих алкоголиков лечили и они работали Зря государственный хлеб не ели Скажите, какой нормальный отец отпустит свою 16-летнюю дочь сегодня на дискотеку, не опасаясь за ее жизнь? Наркотики, проституция, алкоголь среди молодежи стали нормой После крушения СССР во всех городах России расставили около жилых домов киоски шалманы Продавцы этих капканов ухитрялись в вечернее и ночное время продавать алкогольные напитки, в основном паленое спиртное и табачные изделия несовершеннолетним, игнорируя закон о запрете этого Но в этой проблеме виновата не полиция, а верховная и муниципальная власть, которая создала условия для распространения пьянства, особенно среди молодежи Кому это выгодно? Прежде всего водочным и пивным баронам Ведь алкоголь является мощным оружием в руках политиков, стремящихся манипулировать сознанием людей такими же легче управлять Реализация алкогольных напитков за последние 20 лет стала уникальной Вспомните рекламу о пиве Даже в рекламу вставляли такие слова, и Путин любит пиво Мы привыкли думать, что в России пили всегда Однако на самом деле весь путь от Сахи до атомной бомбы наша страна прошла непьющей Всю свою многовековую историю Россия была одной из самых непьющих стран мира Только в 90-е годы ХХ века уровень потребления алкоголя взрывным образом увеличился Кто стал спаивать Россию и кто спаивает ее некачественными спиртными напитками, суррогатами? Судите сами Зачем им культурные и образованные люди? Им и профессиональная, мобильная, с чистыми руками полиция не нужна О том, что полиция 20 лет была поставлена в унизительное положение, говорилось неоднократно Даже ее реформа и зачистка рядов пока никак не помогли Сократив на 25% личный состав, иначе как вредительством это и не назовешь, на действующих сотрудников увеличили нагрузку Иными словами, они теперь пашут за себя и за того парня, в том числе в длительных командировках на Кавказе Но, по сравнению с работниками прокуратуры и судьями, у которых в основном кабинетная работа в теплых и комфортных условиях Сотрудники полиции надо честно сказать получают мизерную зарплату за опасный для их жизни труд На такие деньги при росте цен на все и вся им трудно содержать семью При этом их лишили некоторых льгот, а оснащение автотранспортом, спецтехникой и формой оставляет желать лучшего Соответственно, трудно от полиции ждать рвения по службе Другая проблема заключается в том, что на земле, по большому счету, некому работать Участковых с профессиональными навыками катастрофически не хватает А не будет их не будет и порядка Через участковых проходит примерно 70-80% обращений граждан в полицию В основном по кражам, семейным конфликтам А сотрудник полиции в основном работает с бумагами, а не в жилом секторе с населением Из-за текучести кадров и большой нагрузки в участковые стали принимать и женщин Разве такое было в советское время? Помню, женщины с педагогическим образованием работали в советской милиции В основном с подростками, склонными к правонарушениям А чтобы ходили по подъездам, разнимали драки, это уж слишком Теперь в городах редко увидите патрули в полицейской форме А ведь их должно быть больше в парках, на улицах, особенно в злачных местах, чтобы защитить граждан от алкоголиков, вандалов, грабителей и других нарушителей правопорядка То есть список примеров позора можно продолжать до бесконечности Чужой опыт хороший пример Сегодня, как никогда, необходимо использовать мировой опыт Я служил в советской армии в Венгрии, а после демобилизации, будучи моряком загранплавания, побывал на Канарских островах, Испания, и в Канаде Знаю, как живут и работают полицейские в других странах, там их и побаиваются, и уважают Они не бегают за правонарушителями Люди сами приходят к стражам порядка, если полицейский просят подойти А когда пьяный человек находится в общественном месте, явление это там редкое Полицейский имеет право отрезвить его дубинкой, оштрафовать или отправить в тюрьму Помню, например, такой случай Наш старшина сверхсрочной службы однажды появился в гражданской одежде на железнодорожном вокзале венгерского города Ястергома в нетрезвом виде Полицейский подошел к нему и стал его обхаживать дубинкой по спине, чтобы отрезвить А когда тот попытался убежать, то получил порцию добавки Но все так и убежал со специфическими приметами на спине После этого случая я понял, что это не Россия, где все можно Или, к примеру, в городе Галифакс-Харборе, в Канаде, за трое суток пребывания в нем я не увидел на улицах ни одного пьяного Во всем городе лишь один водочный магазин И нет никаких очередей за спиртными напитками Но есть пивные бары Побывал и я с членами команды нашего судна в пивном баре, где есть телевизор, шахматы и так далее В помещении бара висит объявление о том, что на улицу выходить следует только в трезвом виде И продавец, когда покупаешь пиво, предупреждает об этом же, то есть смотрите телевизор, беседуйте, играйте в шахматы и так далее Но выходить на улицу вы должны только трезвым Иначе полицейские будут отрезвлять вас, оштрафуют или отправят в тюрьму Там на улицах чистота и порядок нигде не увидишь брошенного кем-то окуркой т.д. В скандинавских странах, например, государство также работает на человека, а не наоборот Там реально защищают человека, и поэтому люди доверяют власти Со школьных лет они уже послушные граждане, которые растут с убежденностью, что живут в доброй, прекрасной стране, где надо блюсти порядок и не нарушать законы Конечно, и там есть преступники Но процент раскрываемых преступлений там высокий Кроме того, в этих странах добились высокой эффективности в профилактике правонарушений И нам следует перенять их методы и в частности, увеличить количество участковых и патрульно-постовых служб Камеры не заменят живых блюстителей и порядка Для эффективности в охране порядка я бы рекомендовал патрулирование осуществлять как в форме, так и в гражданской одежде под видом скрытого наблюдения там, где могут совершать правонарушения От распития спиртных напитков в общественных местах до краш и ограблений Или, к примеру, усилить систему видеонаблюдения в городе Каждый правонарушитель общественного порядка и преступник должен знать Его действия, направленные против граждан, их имущество, не окажутся незамеченными Их опознают и обязательно найдут Полицейские в скандинавских странах работают замечательно Стоит ли хочу за рулем превысить скорость, как его догонят и доставят в отделение полиции Выпишут большой штраф Такая практика широко распространена в Норвегии, Швеции, Финляндии, а также в прибалтийских государствах, в США и так далее И она себя полностью оправдывает В этих странах даже отношение к преступлению иное Оно воспринимается как вызов обществу, а не является очередной цифрой в строчке сухой статистики А что в России? Например, гаишника остановит пьяного певца за рулем или кого-то из золотой молодежи, которые уже стали ездить по газонам столицы Те ему плюнут в лицо и уедут С этим безобразием нужно заканчивать Жители многоквартирных домов порой даже не знают своего участкового, потому что тут загружен работой в основном бумажной рутиной У него на участке несколько тысяч человек, и участковый физически не может в срок разрешить материалы по заявлениям граждан Поэтому жители городов вынуждены заниматься своей безопасностью сами Устанавливают решетки на окнах, в квартирах металлические двери с тремя или четырьмя сложными замками, а также сигнализацию Свои услуги людям, если они богаты, предлагают сотни охранных фирм Это не что иное, как дикое уничтожение человеческого достоинства Поэтому одна из главных и срочных задач нашего государства состоит в том, чтобы обеспечить системный подход к улучшению ситуации в сфере безопасности Когда человек не испытывает страха за свою жизнь, за жизнь своих близких, детей, за имущество, он и работает лучше И здесь прямая связь с благосостоянием народа, наполнением бюджета Не бывает наркотиков легальных В советское время мало кто знал, что такое наркотики Если милиция задержала кого-то с наркотическим веществом весом 50-100 граммов, это считалось чрезвычайное происшествие А что сейчас? Главные враги в нашем застойном, буржуазном, антинародном государстве алкоголизм и наркомания Необходимо срочно на самых разных уровнях усилить борьбу с так называемыми легальными наркотиками Врачи, наркологи давно уже бьют тревогу Число пациентов с психозами после употребления курительных смесей стремительно увеличивается Мы стали все чаще видеть очевидное и невероятное мать с коляской, с бутылкой пива в одной руке и с сигаретой в другой Дэмит Ужасная картина И такие матери не знают, а может, и не хотят знать, что пристрастие к сигаретам ворует у них как минимум 10 лет жизни И дети у таких матерей рождаются хилыми нездоровыми А вокруг в доступной близости табачные и пивные ларьки-капканы, водочные магазины, частыми посетителями которых и является наша молодежь Наше будущее И каким же тогда оно будет? Кто его будет строить? Ведь из-за курения, употребления алкоголя и наркотиков этих деформированных строителей будущего народ фактически вымирает Тот же табак является второй по значимости причиной смертности в мире Ежегодно из-за проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают до 5 миллионов человек За 20 лет эпохи перемен не слыхан и до сих пор факт Только в одной России из-за курения умирают 400 тысяч в год, то есть население целого города Эта цифра была озвучена премьер-министром Д. Медведевым Однако молодым людям продолжают продавать алкоголь и сигареты, не интересуясь, есть ли им 18 лет А почему не 21, как это принято в цивилизованных странах, думающих о будущем своей страны? На тему борьбы с алкоголизмом, поленной водкой и наркоманией у нас больше болтовни, чем дело Мы как будто не видим, не хотим замечать многих проблем Делаем вид, что у нас все хорошо Ведь закон принят Да, но его-то, как правило, никто выполнять и не собирается Делают отметку об исполнении закона только первые 2-3 дня, самое большее 2-3 недели, а потом забывают, так как чиновники, на которых возложена ответственность за исполнение закона, больше всего думают о своем кармане и семейном бизнесе Им же все мало и мало Такая порочная практика сложилась в 20 последних лет из-за отсутствия системного подхода к проблемам самих властей сверху до низу и вопросов безопасности любого российского города и его жителей Чтобы что-то изменить, надо решить проблему с курительными смесями Нужно первым лицам государства настаивать на том, чтобы этой проблеме законодатели и власти на местах уделяли реально серьезное внимание Потому что это тот же наркотик, чтобы там не говорили так называемые прогрессивные деятели, дельцы табачного бизнеса, которые думают прежде всего о прибыли, а не о здоровье нации А где наркотики там и преступления Эту проблему нельзя забалтывать У нас ведь уровень нравственности за 20 лет перемены и борьбы с советским прошлым упал ниже плинтуса И опускается все ниже и ниже Не потому ли Россия с бешеной скоростью потеряет лицо советского государства Ведь нас, русских, особенно молодых людей, не любят из-за хамства и пьянства Наш человек теперь так воспитан в семье, школе, обществе, что даже в урну, стоящую рядом, не бросит сигарету, бумажку, бутылку из-под пива Загрязняются подъезды, балконы, тротуары А молодые люди, алкоголики и наркоманы, обязательно оставят свои автографы, нецензурные слова, не только в подъездах и на фасадах домов, но и в общественных местах Это уже вошло в привычку, которую надо выбивать любыми способами прежде всего кнутом и только потом уже пряником В общем, борьба с наркоманами, наведение порядка в стране, формирование положительного отношения населения к полиции Увеличение и повышение высокопрофессионального уровня кадров, а также увеличение их зарплаты Вот, на мой взгляд, главные приоритеты государства и системы МВД Граждане России, уставшие от бардака и беспорядка, должны чувствовать себя защищенными не пустой 20-летней болтовней, а реальными делами И чтобы люди не боялись выходить по вечерам на улицу А все мы, застывшие сегодня в раздумье, сторонними наблюдателями уже быть не можем Нам нужна реальная защита и настоящий порядок в стране Если хотите, это уже выбор жизнеустройства, выбор пути, который надолго определит судьбу русского народа и множество народов России Нам нельзя забывать о чувстве долга перед Родиной и молодым поколением Нельзя приспосабливаться к подлости, трусости, терпеть нарушения своих прав Надо твердо, решительно отстаивать свою гражданскую позицию и требовать от властей снизу-доверху защиты, безопасности и наведения порядка А навести порядок может и должна профессиональная, мобильная народная милиция, полиция Г. Великий Новгород Геннадий Баганин Ветеран правоохранительных органов Подполковник в отставке Г. Ветеран правоохранительных органов